Я такой думаю, зачем я это делал? Что просто? Ты чё, кей-поп ещё буквально, мои люди удивляются, потому что я слушаю кей-поп, и я такой, я живу ради него, учитывая количество книг, которые я прочитал. Сейчас тут будет вообще звучать просто невероятно ужасно. Книга Марина Вассад не такая плохая. Всем привет, друзья мои, с вами снова Костя. Я решил начать делать видеоподкасты с интересными мне людьми, и сегодня первым гостем у нас будет известный видеоблогер, приятный мне человек. Энтони Лай. Сегодня мы поговорим о его жизни в Нью-Йорке, конечно же, о карьере видеоблогера, о скандалах, интригах, расследованиях на Ютубе и в книжной индустрии. Я надеюсь, вам понравится. Тайм-коды будут в описании. Я заметил, что у нас очень много общих знакомых, друзей, коллег. Как будто мы в одних и тех же кругах какое-то время сейчас кружились, но ни разу не пересекались. Ты прожил несколько лет в США, в Нью-Йорке, да? Да. Ты там получал образование, а я какое-то время жил в Корее, потом какое-то время в Москве, потом опять уехал в Корею, поэтому у нас не было просто физической возможности, наверное, даже где-то пересечься. А можешь немножко рассказать о себе вот такую сжатую информацию, потому что ты сделаешь как бы селф-презентацию, и я не ошибусь, и что-то не совру о тебе? Меня зовут Энтони Юлай, мне 24 года. Почувствовал старость в этот момент, на самом деле, потому что, когда я обычно говорю, мне 24, ты такие, боже мой, ты рожден в 96-м, твои 30-ки приближаются к тебе. 30, здравствуйте. Да, вот 30 лет такие из-за угла. Нет, это мне 30, я просто говорю, здравствуйте. Тебе 30? Да. Я думал, тебе лет 26, может, а 27. Я недавно узнал, что Кассио тоже скоро будет 30, и я такой... Да. What the fuck? Я веду свой блог уже 7 лет, долгие 7 лет прошли, и что еще интересно обо мне можно рассказать? Ну, вот то, что я в Америке прожил, я переехал в Лос-Анджелес сначала в 17 лет, а потом я поступил в университет в Нью-Йорке, и там проучился вот как раз-таки до конца 2018 года, и потом переехал в Москву, потому что произошел потрясающий инцидент поиска работы, которую я не смог найти, и я переехал в Москву, и здесь живу уже вот 2 года. Я родом из Якутии. Те моменты твоей жизни я вот в реальном времени не застал, я начал смотреть твой канал где-то 2,5 года назад или 3, может быть. Ну, как бы я до этого тоже знал, что вот существует Anthony Uly, но именно тогда же, примерно 3 года назад, началось твой вот переезд обратно, грубо говоря, из Нью-Йорка, если я не ошибаюсь. И я помню, что у тебя был вот такой, как сказать, ну я не знаю, как это назвать, homesick, ты немного скучал, и было какое-то не очень хорошее, а, как сказать, общее такое настроение в видео, что ты устал, я как бы от Нью-Йорка, да, можешь рассказать вообще свои ощущения, у тебя было как бы, ну как бы, все 4 года обучения в Лонг-Айленде для тебя были немножко мукой, или был, допустим, какой-то медовый месяц, там, у меня был, например, год в Корее, первый год, это было вообще замечательно. А потом ты уже такой начал видеть все минусы, и больше они как бы начали тебя тревожить. Мой первый год в Нью-Йорке был потрясающим. Несмотря на все какие-то странные события, которые происходили, там, вечеринки, какие-то пары, все это было очень классно, потому что у меня первый год был очень лайтовый. Относительно. Я просто пытался адаптироваться, но при этом мой университет, на самом деле, очень хитрожопый в этом плане, потому что они на первокурсников, тем более интернациональных, наваливают сразу много курсов. Да. Которые потом, если ты хочешь перевестись, надо будет сдавать заново. И получается так, что вот ты, например, взял какие-то курсы, которые в другом университете не принимают, ты как будто потерял полгода обучения. То есть они коммитят вас к себе. Да. Ну, такое случается во многих частных университетах, чтобы от них не уходили студенты. И я эту ситуацию узнал только там спустя года полтора после начала обучения, потому что я хотел перевестись из моего универа в другой, и как бы это не получилось, потому что у меня буквально там целый год обучения пропадает. Угу. А потом уже все пошло вот так вот. Пока критроградный Меркурий ударил, как говорится, я уже такой, ага, я вижу все. Я вижу вас всех насквозь просто. Все какие-то моменты, которые раньше у меня вызывали вопросы, начали вызывать у меня просто приступы агрессии. Потому что я пытаюсь, я прекрасно понимаю, что меня пытаются на е-пш-ш-ш. Вот. И я такой, ага, классно, спасибо. Вот. И естественно, что мне кажется, все-таки сейчас люди перестали романтизировать Америку, прямо в таком ключе глобальном. Угу. Да, да, да. Именно сам Нью-Йорк, про который все думают, он от меня был очень далеко. То есть мне надо было сначала на автобус ехать, потом на поезде ехать, потом еще на метро ехать. И я такой, вот. То есть естественно, что на год испытать такое классно, но потом, если многие интернациональные студенты возвращались домой, я такой, я здесь на 4 года. А можно спросить немножко больше про людей? Вот ты говоришь, я видел всех насквозь. Ты именно говоришь про американцев, да? Да. Как ты думаешь, вот это реально что-то в них, в их культуре такое, или это просто из-за того, что большая, слишком большой контраст между там, допустим, российской, да, я не люблю слово менталитет, но, грубо говоря, характером, вот такими ценностями, да, привычками. И вот их стилем общения. В этом какая-то заключается конфликт? Или там реально какие-то люди, ну прям они используют, любят манипулировать и любят по головам ходить? Я не думаю. Мне кажется, вот про манипулирование, про ходить по головам, это больше про нас. Потому что мы каждый сам за себя и, как говорится, защищаем только свои интересы. Но мне кажется, что это больше именно столкновение характеров и разных как раз-таки, он начал говорить на английском, бэкграундов, именно разных как раз-таки менталитетов стран. Потому что все-таки у нас люди, ну как мне кажется, чуть более честные, чуть более такие, не то что откровенные, просто нам в целом как бы немножко плевать на эмоции другого человека. Мы лучше выскажем правду, но, как говорится, если обидел, то как бы, ну сорян, ничего не сделаешь. Твои чувства, испытывай, что хочешь. А мне кажется, в Америке люди больше все-таки заботятся о чувствах окружающих, но при этом они лукавят очень сильно иногда. И, естественно, я думаю, что вряд ли мой универ прям хотел выпотрошить меня насквозь, но были моменты, когда я понимаю, что мне вот нагло врут в лицо. Но при этом, как бы, я-то понимаю, потому что я не совсем идиот, вот, и, возможно, может показаться. Но я прекрасно понимаю, что вот вы создали систему, в которой выигрываете только вы. Да. И вы об этом не рассказываете никому. То есть, естественно, многие люди начинают думать, что американцы фальшивые. На самом деле нет, у меня не было никогда такой проблемы с тем, что они фальшивые. Было больше проблем с тем, что не хватало именно откровенности, то есть какой-то вот прозрачности. У меня были такие чувства, на самом деле, тоже здесь, в Корее, и, может быть, это такая, знаешь, черта такого именно капиталистического общества. Потому что Корея, она, по примеру США, она здесь тоже очень такая, капитализм на первом месте, несмотря на все конфуцианские какие-то ценности. И здесь вот любят очень. Особенно Сеул, он очень похож. Ну, я не был никогда в Нью-Йорке, я не могу говорить, но он тоже вот такой весь урбанистический. Много финансовых здесь центров, потоков, и все люди там работают, бегут, что-то. У всех, короче, какие-то дела, все зарабатывают бабки. Сегодня читал просто Инстаграм Марин Могилко. Она рассказала, что вот её больше всего черта в американских людях, ей не нравится то, что они все приветливые. Ну, вы можете с ними общаться, там, не знаю, встречаться, ходить куда-нибудь. А потом они просто пропадают из твоей жизни, там, не отвечают на сообщения. Есть такое, да? В Корее точно так же. Ну, то есть тут ты можешь с человеком просто, знаешь, ручкаться, лобызаться в губы, а потом, ну, обязательно мы пойдём поужинать, я тебе такое место покажу. Этого не происходит никогда. Да, никогда. Так как у нас очень, как бы, нишевый канал, да, и мы вот так начали, я сразу спрашиваю, начало твоей жизни, но я практически не рассказал про твою деятельность, да, основную. Мы все люди поняли, что ты занимаешься Ютубом, как и я, как и моя сестра. Но у тебя очень интересный канал с той точки зрения, что это канал... Я боюсь ошибиться. Некоторые люди не любят, когда их называют там буктюберами или какие-то блогеры о книгах, да? Да, ну, как бы меня буктюб не считает частью буктюба, поэтому я думаю, что, в принципе, тут люди как бы не знают, о чём мой канал в целом, то есть... Объясню, это такая, как сказать, часть Ютуба, где люди рассказывают о своих впечатлениях, о книгах, критикуют, иногда просто рассказывают о впечатлениях там просто от книги, как она визуально выглядит, и там, не знаю, какие-то вещи такие околокнижные, да, обсуждают. Я понял, что в целом это такая ниша, где очень мало людей, если, ну, грубо, это не прозвучит некрасиво, это просто как бы очень мало кому интересно было тогда читать, и литература, и тому подобное. Но ты как будто как-то пересоздал, да, вот эту всю сферу, и у тебя очень прилично там, очень приличные просмотры, очень много людей, как сказать, ждут, услышат твоё мнение. Ты некий бэткомедиан от мира книг. Он добился популярности, наконец-то, спустя 7 лет. Ну, я знаю, что у тебя очень любят твои зрители, очень любят, когда ты берёшь плохую книгу, зачастую книгу блогера, и говоришь всю правду матку, всё своё мнение. Честно, я не вижу в этом ничего плохого. Я знаю, что люди некоторые не любят какой-то нотки негатива или что-то такое. Я понимаю смысл. Людям нравится негатив. Да. Как ты говорил в одном из подкастов, хорошее не привлекает внимания. Да. Ну, это, естественно, что немножко утрировано, да, что хорошее не привлекает. Естественно, привлекает. Какую-то определённую аудиторию это, естественно, интересует. Но это не большая аудитория. То есть, если бы это привлекало большие массы, то у меня бы давно уже был миллион подписчиков, и каждое видео про нормальную книгу собирало бы полмиллиона. Конечно. А так... Нет, я думаю, что все секут. Особенно у тебя очень лояльная аудитория. Да, моя аудитория просто детям. Ты иногда говоришь, что есть какие-то хейтеры, но я думаю, что ядро твоей аудитории, они очень любят тебя и понимают фишку твоих обзоров и твоих видео. Да, у меня очень классная аудитория. Вот, по-моему, буквально. Мне кажется, это из-за того, что я к ним изначально относился очень лояльно. То есть, как к друзьям. То есть, у меня никогда не было такого, что я блогер, а вы меня смотрите как-нибудь. За вашими делами вообще как бы пофиг, смотрите, не смотрите. Я такой, вы мои друзья, мы с вами вместе на всю жизнь, все. Вот. И, естественно, что сгадание... Нет, я этого очень уважаю. Вот. То есть, у меня прямо действительно очень лояльная аудитория. Я очень рад, что они со мной остаются до сих пор. Даже те, кто на меня подписан, там уже как раз-таки с начала создания канала. Но при этом ко мне постоянно приходит новая аудитория. И, естественно, что они не знают, кто я, что я. Для них я именно тот молодой человек, который на YouTube бомбит на книге. И, естественно, что весь остальной контент как будто бы уходит на задний план при этом. Угу. И его очень сложно вывозить, потому что ты заранее, когда садишься снимать видео, ты уже заранее знаешь, что ты не соберешь ни просмотров, ни денег, ни внимания с этого видео. И тут как бы возникает вопрос, а стоит ли это вообще делать? Угу. И, естественно, что... Я не скажу, что я создал вот жанр обзоров на плохие книги. Они до меня делались. Но при этом, мне кажется, что я его популяризировал очень сильно. Потому что сейчас очень многие блогеры начали делать именно это. Мне кажется, вряд ли бы Катя Кодосова снимала видео про книги блогеров, если бы ты не собирала такие просмотры на каналах у меня и у других блогеров книжного сегмента. Ну да, да, да. И, естественно, что мне очень приятно, что меня смотрят, но при этом я прекрасно знал, что если я буду переходить в этот контент, вот прям из нишевого контента про классные книги, там про какую-то ламповость и все вот это остальное, я знаю, что с этим пойдет хейт. Всегда вот прям при популярности всегда появляется негатив. И что это, возможно, закончится очень быстро. То есть нельзя постоянно делать одно и то же и оставаться на плаву. Всегда нужно что-то улучшать, что-то переделывать, что-то как-то менять. И, естественно, что мне уже в целом не то, что неинтересно рассказывать про хорошие книги, это классный контент. Нет, я понимаю. Да, проблема здесь в том, что я снимаю 7 лет, а у меня на канале не было ни одного видеомиллионника. Ни одного. Вообще. У меня до сих пор нет. Да, я вчера смотрел вроде 860 тысяч, где там самая большая, типа 800 или 700. И получается, если посмотреть как раз-таки статистику моих самых популярных видео, первые 50 – это видео, которое я снял в последние полтора года. Просто еще с другой стороны, у тебя активный рост начался буквально недавно, ну, последний год, например. И это нормально, что у тебя не было еще… Ну, то есть до этого у тебя был постепенный рост, а сейчас ты уже начинаешь… Ну, взял обороты, и скоро у тебя будут миллионники. У тебя там сейчас уже, по-моему, по четверть миллиона там видео в целом собирают в среднем. Это вопрос времени. И про это тоже, кстати, интересно будет узнать. Я помню, какое-то видео у тебя смотрел, и ты говорил, что ты очень долго снимаешь, но людям как будто неинтересно. Это было как раз перед тем хайпом, который, да, ты вошел. Сильно ли тебя тревожило то, что там вот ты очень долго и много усилий вкладывал в канал, но относительно ты там медленно рос? Это задевал тебя? Да, в какой-то момент это было прям достаточно глобальной проблемой для меня, потому что, когда я учился в универе, для меня канал не был не источником дохода, это было просто хобби. Я даже не задумывался над тем, что я там что-то снимаю, не снимаю, я могу там не снимать видео две недели, а потом вернуться и снимать видео месяц подряд, по каждому там, по видео в день. А потом, когда пришло время, как говорится, окунуться в реальный мир, университет-то я закончил, и встает вопрос, продолжать ли мне снимать на YouTube, когда мне нужны деньги? Ну да, это такой вопрос всегда, паршивый. Да, потому что я там до 2019 года зарабатывал типа по 60 долларов в месяц. С канала. Вот, и с учетом того, что какой-то процент еще партнерка забирает, ну то есть там остается буквально... Отказался от партнерки два года назад и рад это. Я до сих пор пытаюсь это сделать, но партнерка буквально как Юрий в день, там нужно отказаться за две недели до, и вот за месяц после написать, и мне такой... Естественно, что когда я вернулся обратно из Нью-Йорка, я только-только закончил университет, у меня было чувство облегчения, что мне не нужно ничего делать. Но потом мои родители такие, а что ты будешь делать? Буквально три дня спустя после Нового года я такой, а я не знаю, что я буду делать, я буквально не понимаю, кто я. А у меня на канале только-только в то время стукнуло 100 тысяч. Эти 100 тысяч я набирал пять лет. Вот, и как бы у меня в то время просмотры на видео были в среднем... Самое популярное видео там могло за месяц собрать 40 тысяч просмотров. Ну да, это так скромно. То есть, естественно, что это достаточно скромно, тем более, когда каждый день появляются какие-то новые блогеры, которые сразу сотни тысяч просмотров собирают из неизвестно откуда, и ты не понимаешь, что в тебе не так. Что ты делаешь не так, потому что у тебя вроде есть лояльная аудитория, и контент ты делаешь классный, а люди просто мимо проходят, и все. И я такой, ага, значит, надо попробовать что-то другое. И в итоге я решил попробовать, ну, посмотреть, что у меня популярно было. Это, естественно, первое, что я обнаружил, это обзор, где я хаю какую-то там плохую книгу. Я думаю, ну, попробую еще раз что-нибудь, что нет-то. И в итоге первое видео, я помню, которое залетает, это был обзор на книгу Марина Васанцева. Мне до сих пор вот просто прилетается это видео. Это одно из тех видео, которые я хочу удалить с канала. Слушай, ну да, ну это прям ты так объяснил, это очень связано со мной в определенной степени с нашей компанией. Я помню это видео, и, по-моему, с него я начал смотреть твой канал активно. И, блин, очень, ну, мне понравилось, конечно, потому что ты, дисклеймер просто в этой книге, ну, это уже прошло много времени, я в то время был немножко salty, немножко как-то, ну, задело, что ли. Я не хотел просто поднимать эту тему, но вот сейчас много времени прошло, уже можно как про старую какую-то историю. И ты вот как раз сделал акцент на том моменте, где в какой-то главе там Маша сказал, что вот она встретила компанию блогеров в Москве, когда была, и что эти блогеры её использовали, что они такие были ужасные, и что они, то есть, ну, короче, сплошной негатив был. Ну да. И люди поняли почему-то сразу, что это компания блогеров, это, ну, мои друзья, я и так далее. И ты как бы в целом, ну, как бы ты нас защитил тогда. Да, и, ну, как бы людям, ну, люди поняли, что, скорее всего, это неправда, да? Ты ещё говорил, есть три стороны твоего и правды. Да, у каждой истории, да. Да. И как бы правда, она реально посередине, ну, то есть, мы там её никогда не использовали, но просто очень жалко, что там у человека такое сложилось впечатление, и, ну, короче, это была какая-то ситуация странная, но... Да, мне ещё тогда Кирилл Скобелев оставил смайлик в комментариях, я такой думаю, что я сделал, твою мать, мне кажется, я что-то уничтожил, включая свою репутацию с другими блогерами, вот, естественно, что... Да нет, на самом деле, на самом деле я никогда о тебе негатива какого-то не слышал, ну, и вот после этого, ну, возможно, только от Марина Васад, которая потом сделала на тебя ответку. Да, это тоже был эпичный батл между сценарей. А он, на самом деле, тебе было тогда забавно, или ты такой, блин, что происходит, типа, немножко такие нервяки и что-то такое? Она тогда была довольно популярной женщиной. Да. Ну, мне кажется, она, в принципе, сейчас популярна, естественно, что у неё сейчас более нишевый канал. Недавно, кстати, её видео мне попалось в рекомендациях, я думаю, она занимается, чем она занимается, и как бы ещё, молодец, корицу, идёт по тому маршруту, который она для себя выбрала. Выросла. Вот, да. У неё такой голос поменялся, я такой... Вот, и естественно, что когда я записывал обзор сам, мне было немножко боязно, потому что я такой думаю, ну, сейчас я что-то сделаю, сейчас что-то скажу, сейчас меня возненавидят, ну, короче говоря, есть такое. А потом, когда она записала на меня реакцию, я ещё помню, что меня начали присылать в Инстаграм, где вот прям кусок со мной. Я думаю, ты продуманная, ты знаешь, что ты делаешь. Думаю, ну, хорошо. Я думаю, мы сыграем эту игру, отлично, прекрасно. Я сидел и ждал, пока она выпустила видео, я его посмотрел, и я такой думаю, ну, чё, поехали, отлично. Я буквально в этом и записал реакцию. То есть ты круто. Мне было, на самом деле, забавно, да. То есть у тебя конструктивно было-то такое, азартно, азартно. Ну, это здорово, потому что, ну, я просто боялся, что будет какой-нибудь там, не знаю, негатив. Нет, потом, после этого, как раз-таки, когда видео это вышло, и у меня под этим видео не было никакого негатива именно в сторону Мари, потому что у меня к ней вообще никакого негатива нет. Все думают, что я её недовижу, у меня нет такого. То есть мы даже не знакомы, мы ни разу не виделись лично, вообще. Вот, и она мне потом написала, по-моему, в Инстаграме, такая, мне кажется, между нами там пробежал сломанный телефон, и я такой, возможно, давай созвонимся. Ну, в итоге так и не созвонились, но в целом просто она вышла на контакт, и я такой, мы это всё дело замяли, ничего между нами как-то нет. Поэтому мне зачастую кажется, что все про меня думают, что я какая-то невероятная мразь, и я такой, ага, понятно. Разоблачителю блогеров. Нет, ну просто у меня, как мне кажется, нет проблем ни с кем в целом из блогеров. То есть я стараюсь со всеми общаться нормально. Естественно, что у меня иногда проникает в обзорах, что я говорю очень жёстко и очень дерзко. И естественно, что многим людям это не нравится, поэтому как бы... Ну, главное, что это нравится зрителям. Только с писателями, наверное, бывают непонимания. Да, в основном с писателями, но, естественно, с некоторыми блогерами. То есть, естественно, что они не упоминают меня вообще вслух, но мы прекрасно понимаем, о ком идёт речь. Слушай, а есть такой, вот мне сейчас интересно стало, вот до сих пор же, наверное, буктюб, он большой. Есть ли такое, что ты такой а-ля Моргенштерна от рэп, от книжного блогинга? Ну, ты понимаешь, о чём я? Такой ренегат, такой... Вряд ли, мне кажется, потому что меня до сих пор как-то не особо считают частью книжного сообщества. То есть для мейнстримной аудитории я там буктюбер. Для самих буктюберов я чувак, который делает вот это. Вот, но это моё личное мнение, я не знаю их позицию, поэтому мы говорим только за себя. И я делаю развлекательный контент, потому что почему-то у многих людей возникает какая-то... Не то что претензия, а какой-то негатив в сторону того, что у меня когда-то был высокоинтеллектуальный контент, которого никогда не было, вообще не знаю, откуда это взялось. Я всю жизнь делал развлекательный контент, просто раньше он был чуть более серьёзным, сейчас он более развлекательный, потому что это у меня вызывает гораздо больше эмоций, потому что когда тыстаёшься постарше с пройденным опытом, ты не хочешь снимать вообще ничего максимально серьёзное. Тебе хочется снимать что-то классное, забавное, что будет привлекать аудиторию, что будет их веселить, что им понравится. И вот у меня вот как раз-таки фокус перешёл на это. То есть, естественно, что если кто-то мне говорит, что там, да, он вообще не блогер, его обзоры там на нормальные книги ничего не собирают, я думаю, ну окей, что, ну это ваша позиция, я же не могу её как-то исправить. — Слушай, мне кажется, я тебя немножко в этом плане понимаю, потому что, ну ты когда становишься взрослеопытнее, ты понимаешь, что многие вещи, которые ты до этого делал, могут быть немножко такие, ну не то, что немножко на них можно смотреть, так кринжово, потому что у меня раньше видео на канале были, типа, вот я сейчас сам всё расскажу про Корею, короче, корейцы они вот такие, Корея вот такая, и вот всё вот как я говорю. И то есть сейчас я просто понимаю, что, ну блин, я немножко был тогда, ну тогда, во-первых, никто это не воспринимал так, но сейчас какое-то уважение к экспертности, вот реальной экспертности людей, оно возросло, и требования к экспертности. А я как бы такой малой пацан рассказывал о такой довольно-таки древней стране, своей какой-то исторической родине, но всё равно это было так наивно и поверхностно, что сейчас... — Это возросло, да кто ты такой, что ты там рассказываешь там? — А, я перестал снимать, ну, такие видео. Сейчас у нас больше видео про наш личный опыт жизни здесь. — Да, у вас твой лайфстайл такой чуть больше уже. — Вот я ещё хотел такой вопрос относительно твоего контента сделать. Я заметил, что раньше у тебя было больше, грубо говоря, личного контента, ты рассказывал о своей жизни, о своих переживаниях, даже о взаимоотношениях с родными и так далее. А ты в какой-то момент понял, что овершеринг такой, слишком много рассказывать о себе, это не очень хорошо для твоего ментального здоровья и для твоей вообще... — Однозначно. — Потому что у меня точно такое же было, и я поэтому немножко чувствую твои моменты. Ты перестал, да, рассказывать? — Да, я перестал. Ну, я практически всю личную информацию... Я делюсь с подписчиками какой-то информацией о себе, но многие личные моменты я предпочитаю не рассказывать, потому что я прекрасно понимаю, что в те моменты, когда мне было вот эмоционально очень плохо, это был как раз-таки переезд у меня вот из Якутска в Москву, там сколько, года два назад, полтора. — Ты тогда все рассказывал, как вы там поругались с папой, с мамой. — Да, я просто такой эмоциональная помойка просто, я такой думаю, зачем я это делал, что просто... Ну, я просто потерял направление канала, грубо говоря. Я не понимал, что людям интересно без Америки. — Да-да-да. — И не понимал, интересен ли я людям. — Да-да-да. — И вот период где-то, наверное, полгода, я думал, ну все, сейчас я доснимаю и, как говорится, уйду с Ютуба, пойду искать работу. Вот. Потому что я искренне думал, что сейчас все зрители от меня отпишутся. Меня никто не будет смотреть. — У меня тоже такое было, когда я встретился с ребятами, я переехал только из Кореи и перестал снимать контент о Корее и стал снимать контент с блогерами в Москве. И сначала было все очень странно, но потом как бы людям понравилось, и более-менее все было клево. Но у меня вот этот переходный период, и вот эти нервяки, они тоже были вот очень похожи. Но сейчас все хорошо у вас вообще в семье? — Да, потому что, опять же-таки, сказывается опыт взросления. Я уже, мне кажется, для мамы не больше не сын, а уже, знаешь, как друг. Она мне звонит, что-то рассказывает. Я ей что-то рассказываю. В принципе, у нас отношения со всеми хорошие. Всеми, естественно, у нас возникает конфликт, но по почве того, что почему ты сидишь в Москве и занимаешься видеоблогом, когда у тебя диплом по финансам. — А, про это еще такое? — Да, но как бы... — Мне казалось уже очевидно, что ты такой, что-то нащупал и что-то правильно идешь, нет? — Ну, это закончилось в тот момент, когда я сказал маме, сколько я начал зарабатывать. — А, ну вот-вот-вот, да. У меня тоже вопросы прекратились после этого. — То есть здесь вопрос именно в деньгах стоял. Но сейчас уже такие, так скажем, докапывания немножко уже в другую сторону из того, что ты же не можешь заниматься блогом всю жизнь. И я такой, ну, я в курсе, что я не буду заниматься этим всю жизнь. Просто сейчас как бы это мой основной доход. И, естественно, мое творчество — это то, чем я люблю заниматься. Поэтому как бы... — И при грамотном, как бы, при грамотном введении блога он вообще ничему не мешает, а только помогает там. Контакты какие-то наложить и так далее. — Я не вижу в своем канале проблем, тем более я иногда очень резко воспринимаю какие-то высказывания в сторону своих подписчиков. Я думаю, вы что? Вы на кого наехали? Я не могу понять. Ну-ка, все разговоры с отцом этого канала. Чё? — Я очень рад, да. — И я просто понимал, что я очень много о себе рассказываю. Даже too much. Вообще. То есть, если в Америке это смотрелось, типа, клево, забавно, всякие истории, то, когда я приехал обратно, это уже просто начался буквально словесный понос. Я понял, что это нужно прекращать, потому что люди действительно начнут отписываться. Ну, от меня тогда начали отписываться. Буквально там меня сотними отписывались в день. Потому что люди не понимали, что я вообще снимаю. — Ну, слушай, просто раньше было как будто бы какое-то вот такое массовое мнение даже у блогеров, что ты блогер, значит, ты должен всё рассказывать о своей жизни, весь свой жизненный опыт и так далее. А сейчас уже, мне кажется, какой-то момент прошёл, что есть люди, которые там поняли, что это вообще не стоит того, а есть люди, у которых прямо контент просто от этого зависит. Дети, там, не знаю, какие-то там скандалы семейные. И это как бы такая уже арка какого-то реального фанфика, где нужно поддерживать хайп. — Да. Я просто понял, что я не хочу быть тем блогером, который становится известным благодаря своей личной жизни, которой по факту нет, на самом деле. Но в какой-то момент, я помню, я выложил видео, где я рассказываю что-то там про свою личную жизнь, и меня захейтили за это. За что-то я там сделал, и как-то на меня прямо очень жёстко наехали, причём достаточное количество народу. И я такой, вау, что-то я как-то этого не ожидал, потому что раньше такого не было. И я вот думаю, тут мы остановимся, и я больше как-то, ну, не буду настолько сильно углубляться в подробности своей личной жизни, потому что всё-таки люди любят осуждать. И обсуждать, естественно. Поэтому я думаю, что всё-таки давайте мы на этом моменте оставимся, и я буду делать развлекательный контент. Но вот про себя я как бы... Я просто со временем стал более закрытым человеком. Если раньше я вообще мог обсуждать абсолютно всё, касаемо своей жизни, то сейчас я думаю, что всё-таки моя жизнь должна немножко мне принадлежать. И какие-то свои мысли, тем более мнения, они у меня по поводу меня, именно они меняются довольно-таки часто. Потому что, опять же, если ты не меняешься человеком, ну, как с возрастом, то ты не растёшь. Ну да, я вообще сто процентов согласен. Ладно, давай перейдём тогда от вот таких серьёзных тем, немножко более что-нибудь обратно к твоей деятельности. Вот у меня есть заготовленный вопрос. Давай. Есть ли книга от блогера, которую ты бы смог порекомендовать? Ну вот просто на своём канале или просто другим людям? Самое забавное, что, учитывая количество книг, которые я прочитал, сейчас тут будет вообще звучать просто невероятно ужасно. Книга Марина Васат не такая плохая. Ну, кстати. Это буквально. Хотя бы у неё по качеству книга нормальная. Уже. Ну, на самом деле, есть книга, например, Павла Остапова «Буднеучителя». Он рассказывает как раз-таки о буднях учителя, о том, как общаться с детьми, какие-то истории, связанные со школой. Это очень интересная книга. Я всё думаю сделать на ней обзор, на канале как-то руки не доходят. Но это действительно хорошая книга. Павел Остапов, он блогер, он тоже в книжном сегменте очень многие вещи рассказывает. Существует интересно, как, не знаю, как питч «Буднеучителя». Это очень интересно. Просто основная проблема влогеров заключается в том, что они книги-то свои не пишут. Да, да, да. Ну, либо пишут это и про историю успеха, но какая история успеха может в 20 лет, когда у тебя успех идёт один год? Да нет, просто очень странно. Ну, мне три разных издательства предлагали написать книгу, хотя, ну, я не считаю себя там каким-то известным блогером и так далее. Они такие, ну, да ладно, пишем. Я так понял, что если мне предлагают, то тогда предлагают вообще всем блогерам. Да, всем. Мне тоже недавно пришло предложение от издательства СТ с автором, которого у меня сейчас идёт в суд. Он тоже проходил. А у тебя какие вот тебе предложили пич, какой книги? Ой, там было что-то, вы будете отвечать на вопросы подписчиков касаемо отношений или даёте советы, как, типа, правильно написать книгу. Я такой, просто какие-то рандомные идеи. И я такой, это что? Нет, у меня тоже, мне там предложили там что-то про Корею, знаешь, там, типа, путём идти сюда по Корее и так далее. Это очень, очень странно так обращаться к блогерам, просто людям, ну, как бы я не преуменьшаю и не обесцениваю блогеров, но мы не занимаемся тем, что вот аккумулируем и структурируем информацию и пишем книги, статьи даже. Это совершенно другая деятельность. Хорошо, вот ты говорил про Коносову, Катя я зовут, да? Да, Катя. Катя. Вот это тоже, на самом деле, чуть-чуть к книгам, потому что вот блогеры пишут книги для того, чтобы заработать. Это одна из видов монетизации для нас. Хотя, по-моему, это очень скромный вид монетизации, книги очень мало приносятся. Да, только мне кажется, что нужно быть прям блогером действительно с очень лояльной аудиторией, чтобы многое заработать на книгах. Например, как Саша Митрошина, потому что у неё первая книга очень много денег принесла, буквально там миллионы рублей. Кстати, это будет очень похоже, это очень будет, как сказать, в параллеле с Сашей Митрошиной, с книгами. Вот как ты относишься к тому, что сейчас практически каждый второй блогер продаёт какие-то курсы своего опыта, курсы о том, как стать великолепным блогером или каким-то там профессионалом, марафоны, гивы. У тебя сложилось ли какое-то общее впечатление вот к этому явлению? Позитив, негатив, немножко странное. Я отношусь к этому из разряда, ну, окей, зарабатывайте на том, чём вам хочется, потому что как бы я же не буду кому-то говорить, так нельзя делать, это очень плохо, бла-бла-бла. Думаю, у вас есть аудитория, вы её, как говорится, монетизируете. Всё, что вы делаете, на вашей совести. Продаете вы хороший инфопродукт или плохой инфопродукт, я как бы к этому не имею никакого отношения, но потом не удивляйтесь, что на вас снимают какие-то разоблачения, какие-то фактики про вас раскрывают. Просто не надо как бы от какой-то критики или ревью своих продуктов потом кривить рожу. То есть как бы если вы соглашаетесь на издание книги, которую за вас написали, вы появились там буквально один раз, записали на диктофон беседу с имя с ответами на вопросы, продаете свою книгу за 700 рублей в плохом качестве. Не называйте критику травлей. А было ли когда-нибудь у тебя желание, было ли желание купить инфракурс или продукт, может, тебе какой-то блогер нравился, и ты был уверен в их экспертности? Да, было. Я хотел купить курс у Саши Митрошина, я хотел купить доступ в инсталогию, по-моему, как раз у нее как-то вторая последняя была. Я слышал об этом. Вот, и что-то как-то я не решился, потому что я понял, что в принципе я не особо развиваю свой инстаграм, поэтому как бы что мне там покупать? То же самое. Да, то есть как бы я как блогер уже знаю много внутренних моментов, там всякие воронки продаж, я как бы свой курс я не продаю, подписчики у меня в принципе лояльны, поэтому на какие-то рекламы, тем более что я беру рекламу только, которая им нравится, то есть я не рекламирую, ну прям какое-то дерьмо, я думаю, что в принципе мне это не особо надо. Ну просто инстаграм, по моему мнению, это какое-то болото очень странное, где куча людей с непонятно откуда взявшейся аудиторией, купленные на гивах, на каких-то странных накрутках даже, и как будто бы там все как-то очень странно и фейково, что ли, ну как вот. Да, там очень много зарабатывают, это факт, но при этом зарабатывают абсолютно какие-то рандомные люди. То есть естественно, что есть инстаграм-блогеры, которых все знают, да, благодаря какому-то развлекательному контенту. Есть блогеры с ютуба, мне кажется, блогеры с ютуба более известны, потому что это все-таки более медийные личности в целом, чем инстаграм-блогеры. Но вот когда там какой-то человек создал курс по тому, как быть классным блогером и заработал на этом там 10 миллионов рублей, я такой, как это произошло, ты кто? Нет, ну часто это какая-то еще, знаешь, я так понял, это одна из механик привлечения аудитории, что я вот заработал 10 миллионов рублей, хотя это никак не проверить, ты же там не ведешь, а у тебя же не открытое юридическое лицо. Да, да, да. Как-то это всегда... Ну я всегда очень скептически отношусь к таким историям. Ну если не считать там, например, Сашу Митрошину, я понимаю, что ей, наверное, невыгодно где-то что-то врать, потому что она на виду больше других. Но у нее там цифры вообще какие-то астрономические. Да. Слушай, на самом деле у меня все вопросы, которые я как бы... Какой-то был у меня личный опыт, поэтому я попытался перенести его на тебя. У тебя было когда-нибудь такое вот заведение твоего канала, что какой-то вот человек, может быть, ты о нем знал, или он был известным для тебя каким-то селебрити, значит, ну оказывалось, что он смотрит твой канал, и потом он каким-то образом респектовал тебя или такой... Или просто ты увидел его в подписчиках. Не было? Вообще такого ни разу не было. Вообще. То есть у меня... Блин, мне кажется, что у каждого блогера такое бывает, нет? Мне кажется, в какой-то период я вообще думал, что меня ни один блогер не смотрит. Естественно, что потом мне там написал Ракли, мы встретились с ним и с Касё, вот когда как раз-таки я еще учился в Нью-Йорке, это буквально был последний мой семестр. Не уверен, что я им понравился, но сейчас мы, в принципе, нормально общаемся. Вот. Но у меня никогда не было такого, чтобы какой-то крупный блогер прям мне писал, там, оставлял какие-то комментарии, такого ни разу не было. И я такой, безумно, что меня не смотрят. Но у меня специфический контент, поэтому как бы, ну, понятно. То есть у меня такого ни разу не было. Знаешь, у меня был тоже очень специфический контент, и сейчас остается. Ну, я там никогда бы не подумал, что там меня смотрит Иван Гай. Ну, в какой-то момент он смотрел нас. Потом... Для такого дела, если... Самой трансформирующей у меня была встреча, когда встретил Яна Топлеса. Оказалось, он смотрит мой канал, наш канал, и он еще очень любит кей-поп. И он, не помню, пел наизусть какую-то песню из группы Twice. Я боюсь ошибаться, Ян, если это не так. И хрягу даже показывал мне. То есть я еще делал такой, ааа, окей. Но я, конечно, очень классно чего-то. Какой, вот, есть ли какой-то распространенный миф о твоей профессии, ну, вот о твоей роде деятельности, который ты можешь развенчать, который ты часто видишь, но вот, ну, ты с ним не согласен. Какой миф? Это то, что блогерство, прямо сто процентов. Вот прям я знаю, что вот у всех, каждый раз, когда я это говорю, взрывается пукан. Блогерство — это не работа. Я думаю, а я что за компом-то 12 часов сижу? Объясните мне, почему у меня нервный срыв-то происходит, когда у меня Sony Vegas-то начинает лагать, а? То есть как бы люди думают, что мы как комьюнити ничего не делаем и зарабатываем деньги просто так. Но они видят как бы картинку перед собой, и они не знают, что там на выставление света, камера уходит там полчаса. То есть ты сидишь и пытаешься поставить так, чтобы твое лицо было худое, и ты думаешь... Потом это все нужно смонтировать. Особенно, когда ты монтируешь какой-то контент, например, в виде реакции, тебе же еще нужно там свои слизи с авторскими правами. Нужно смотреть, чтобы все это нарезалось красиво и так далее и тому подобное. Если я понимаю, что еще с приходом тиктокеров многие думают, что блогерство — это действительно не работа, потому что у них там много маленьких девочек-фанаток, и не то чтобы это плохо. Поэтому мало ли еще скажут... Эйнтони Лай... Как это называется? Эйджист. Вот. А у меня уже в Титере заканцелили 15 раз за то, что за любое мое слово, на самом деле. Так что мало ли. Но с приходом тиктокеров такое ощущение, что у них контент — это просто я там покривляюсь перед камерой, и все. Поэтому на блогеров с Ютуба это очень сильно влияет, потому что очень многие блогеры сидят за компьютером очень долгое время, покупают камеры, линзы, света. То есть это тоже стоит больших денег. То есть, например, я сейчас хочу купить себе микрофон, и я понимаю, что хороший микрофон стоит двадцатку минимум. Прям такой нормальный, который я хочу. То есть недавно я купил себе в прошлом году камеру. Камера мне обошлась тоже в 50 тысяч. Люди думают, что... У меня в 350. Такого я пока еще не могу себе позволить все-таки. Я просто очень люблю камеры. Ее можно использовать как веб-камеру. Так что это стоило своих денег. Но опять же таки... Видите? До квалити. До квалити. Вот, посмотрите. И естественно, что люди думают, что мы ничего не делаем. Но моя аудитория очень лояльно ко мне относится, поэтому они знают, что я делаю, потому что я постоянно показываю. Видите? Вот это я сижу, монтирую. Видите, сколько это времени занимает? Вот. И... Слушай, ну такие часы... Я с тобой полностью согласен. Я очень много тоже уделяю времени. Но просто если еще подумать людям, что нам не платят, как, знаешь, ты приходишь на работу, ты можешь ничего не сделать, но просто присутствовать на работе. И еще. Вот даже если посчитать все по часовку съемки, монтажа, это получается много часов. Но ты, если даже это не делаешь, ты все время думаешь о том, что нужно сделать. О бед, о том, что нужно сделать. У меня есть контент-план. Какие видео мне снимать? Какое видео в прошлом месяце зашло? Можно ли его снять еще раз? Ммм... Можешь делать этого рубрику? Постоянно... Твоя жизнь постоянно превращается в создание контента для всего. То есть если у тебя или у меня нету там на канале видео две недели, люди думают... Ну, отдыхай две недели, пацан. Но это две недели постоянно ежедневного как бы самоедства и мысли о том, почему нет видео, что надо снять видео. У меня вот буквально такое недавно было, что вот я ездил в Питер на неделю, я перед этим не стал снимать видео при этой поездке, потому что я думаю, ну съезжу на пять дней, вернусь, сниму видео. Я вернулся, я заболел кишечным гриппом. Я буквально умирал. И вот моя единственная мысль была, на моем канале уже две недели нет видео, как так-то? Я просто... Вот что это происходит? Мальчик, ты разленился, встаем рвотой. И буквально там после того, как мне промыли желудок, на следующий день я всю жизнь снимаю видео. Я думаю, ага, понятно. Вот. Ну да. Но потом я радуюсь, что в это видео зашло. Ну это клевый инсайт, ну то, что реально. Это много работы, много нервных клеток наших. Да. Еще фан-сервис для наших подписчиков. Давай. Любимая Дорама. Ой, ну слушай, мне очень понравилось. Ну не то, что понравилось, я не то, что посмотрю Дораму, в целом. У меня они вызывают какое-то ощущение слишком идеальности. Вот такое вот, знаешь, такое, как будто вот все прекрасно и ничего плохого произойти не может. Но из тех, что я смотрел, мне понравились Алые сердца Корео. Мне понравился этот Токоби. Вот прям Токоби, я говорю, зашло, вот это прям вообще было прекрасно. Что мне еще понравилось, боже ты мой, про отель, как-то он Луна назывался или что-то вот как-то там, по-моему, снималась певица, которая тоже популярна в Корее, не помню, как ее зовут, Аю, Ию, ну вот, короче, вот Аю, да, вот. По-моему, там она снималась, там вот как раз-таки была драма про отель, я увидел на анкликсе, посмотрел, тоже мне очень понравилось. И, конечно же, сразу в догонку, тебе нравится какая-то кей-поп группа? Или нравилась, может быть, в каком-то недавнем? Ты что, кей-поп вообще буквально, мои люди удивляются того, что я слушаю кей-поп, и я такой, я живу ради него. Ну, естественно, что мне больше нравятся группы, которые там были пару лет назад, кто еще там был пару лет назад? Моя любимая группа женская. Вообще, до секунды, когда их раздизбензили, я такой, в сердце меня ударили. Думаю, ах вы мрази, как так можно было поступить? Вот, естественно, что из новых мне нравится Blackpink, Twice, Everglow, BTS, куда же без них. Мне нравится EXO, да, мне нравятся, опять же-таки, сольники, мне нравятся, вот у Розе, как раз-таки, из Blackpink, мне нравятся, что вышла сольная песня, мне тоже нравится, мне нравится Сон Ми, мне нравится как раз-таки Тайон, сколько он правильно зовут, который из Girl's Generation, то есть мне как бы нравится очень много групп, я их все слушаю. Круто, я думаю, что ты очень много лайков срубишь с наших зрителей и зрительниц. Потом напишут, он не любит BTS, он произнес неправильно, и BTS, вот они слева направо. И у меня вот супер какой-то вопрос, мне понравился, он был в списке вопросов, которые обязательно нужно задавать в подкастах. Я не знаю, мне даже интересно, ну-ка. У меня нет опыта. Блин, ну теперь я слишком поднял ожидания. Но он похож. Скажи, вот есть ли такая вещь, которую ты считаешь правдивой, ну и для тебя она является правдой, но практически все с тобой в этом не согласны. Почти никто с тобой не согласен. Я могу пример свой привести, это сложный вопрос, я понимаю. Вот мой вопрос, вот у меня такое чувство, что в последнее время многие люди мне все время говорят, что как будто бы жизнь ухудшается, все становится вокруг хуже, хаотичнее, все становятся несчастнее и так далее. И как бы смотря на новости, иногда может сложиться такое впечатление, но я понимаю, прочитав некоторые книги, послушав каких-то умных авторов и мыслителей, что неизбежно цивилизация наша так работает, ну пока развивалась, развивается, то, что все улучшается. Да, там олигархи становятся богаче, но самые бедные тоже становятся более обеспеченными, люди убивают друг друга меньше, люди меньше голодают, меньше голодных людей. То есть в целом жизнь становится лучше. И вот эта вещь, которую я стараюсь интернализовать, стараюсь по жизни идти вот с таким убеждением, но такое ощущение, как будто люди вокруг думают, что это не так. Вот. У тебя есть что-нибудь? Я вот даже не знаю, что вот я могу прямо такое вспомнить, что вот как раз-таки про то, что ты сказал, мне кажется, это в основном из-за того, что мы все-таки еще находимся вот в пандемии, живем. Людям кажется, что все становится гораздо хуже, потому что по новостям постоянно какая-то депрессия, по новостям все очень плохо, вокруг тоже все очень плохо. И еще мне кажется, из-за того, что сейчас больше начали поднимать тему именно ментального здоровья, люди все-таки начали понимать, что возможно у них депрессия, возможно у них есть какие-то расстройства личности, и они начали обращаться к специалистам. Естественно, что у них есть осознание того, что у них в голове что-то куда-то пошло не так, они из-за этого начинают переживать. И из-за этого также впоследствии такое ощущение, что все плохо вокруг. Да. То есть когда, например, я приехал из Нью-Йорка в Москву, у меня был очень сильный период, вот прям сильной депрессии, у меня вот все было плохо. Каждый день мне было плохо, мне было как-то неподъемно, и я прекрасно понимаю это чувство, с учетом того, что и в мире происходит, еще у многих людей в жизни происходит. Поэтому я понимаю, что да, но я про себя такого сказать не могу, что у меня прям все плохо, потому что я делаю контент, который мне нравится, у меня есть потрясающие подписчики, я зарабатываю деньги. Впервые в жизни у меня появилась вторая кредитная карточка. Спасибо. Здравствуйте. Вспомни меня два года назад, у меня даже счета, собственно, не было, ни кредитных карточек, ничего. Вот. И как бы в целом меня все устраивает. Естественно, что у меня будут грустные периоды в жизни, какие-то такие загоны по поводу каких-то вещей, но у меня нет такого ощущения, что все плохо. Просто из-за того, что мы живем в времена пандемии, есть ощущение ограниченности, что жизнь уже не вернется в те, как раз-таки, не знаю, в те моменты, которые у нас раньше постоянно присутствовали. Ну да, настаивай прежде. Мы потеряли возможность путешествовать. Ну, многие из людей потеряли возможность путешествовать. То есть многие потеряли возможность получить обучение за рубежом, да, то есть, опять же, не все, не каждый может попасть. Многие люди потеряли работу. Я понимаю, почему все думают, что все плохо, но, опять же-таки, это личный опыт каждого. Просто из-за как раз-таки такого общего давления кажется, что все, вот мир разваливается, и все очень плохо. Сейчас буквально прилетит метеорит, и у Лиза-Лиза уже. Мы как динозавры просто... А у тебя, ну вот мы сейчас говорим у большинства, а у тебя вот как последний год прошел в целом? Учитывая, что я люблю сидеть дома, для меня проблемы как, ну, в какой-то момент, естественно, мне стало одиноко, то есть потому, что я ни с кем особо в целом не общаюсь, а тут как бы я не могу видеть своих друзей, и вообще я иногда люблю потусить немножко, там, сходить в бар, там, я помню, что там два года назад я буквально каждый день ходил в свой любимый бар, мы там с подругой постоянно зависали, и как бы это ощущение потерялось. Естественно, ты еще переживаешь за родных, потому что они все где-то находятся в разных городах, и очень сложно, но при этом в мою сторону все было плюсово, потому что я сижу дома, у меня есть деньги, я особо ни в чем не нуждаюсь, потому что я не делаю вот так, у меня, в принципе... У тебя есть такое? Я сейчас задам тебе вопрос, настало время задать вопрос. У тебя было такое, что у тебя осталось какой-то посттравматический синдром после периода бедности? Вот был то и в жизни период, возможно, когда у тебя было мало денег, и ты теперь ко всему относишься со стороны того, что «А стоит ли мне это покупать?» «А стоит ли это потраченных денег?» Честно, да, это одна из моих самых... Я считаю себя человеком более-менее anxiety-free, да? То есть, ну, я в целом очень, как бы, тревожный человек из детства был, но с возрастом я, как бы, начал избавляться от всего, но последняя и самая непродолимая у меня тревога, это потерпеть финансовый крах, и даже, когда есть деньги, я всё время, ну, всё время у меня, короче, беспокойство об этом. Да, есть такое. И часто они почему-то проявляются в каких-то тупых очень моментах, когда ты боишься себе купить, не знаю, там, кофе за 4 доллара, да, там 4-5 доллара, я могу его дома сделать, чего мне это кофе за 4 доллара. Хотя ты понимаешь, что это далеко не первая, как сказать, твоя расходная ведомость, а много вещей, где ты можешь, как бы, не дорабатывать или просто тратить больше, но вот почему-то бывают такие вещи, когда ты в мелочах пытаешься себя ограничить, это не совсем логично, наверное. Но я в последнее время стараюсь очень сильно себя успокаивать, ну и в целом копить больше, и когда у тебя есть какая-то подушка безопасности, наверное, тогда меньше приходят эти... Я вот к такому пришёл, что если у тебя есть определённый запас прочности, то ты в будущее смотришь более уверенно. Да. Я вот просто пытаюсь себя приучить тому, чтобы тратить деньги, я такой... Ко мне вчера приезжали подруги вечером, они такие, вот мы купили себе сумочки новые, я такой, ага, хорошо. Они такие, сколько стоили сумочки? Они такие, ну, там 38 тысяч, я такой... И я такой стою, смотрю, ну ждали мне электронные бритвы за 3 тысячи, или, возможно, мне стоит всё-таки остаться на своей вот этой ручной... Блин, ну, электронные бритвы, да, я, с одной стороны, с тобой согласен, но с другой стороны, есть ещё такая вещь, которая как бы... Я не то, чтобы, там, верю в Загоровы, но, грубо говоря, современная индустрия, она иногда нам даёт вот такие мемы, запаривает, да. Закладывает такие, ой, я должен на себя тратить больше, я это могу себе позволить. И да, ты можешь себе это позволить, но, блин, жизнь, она же такая, там, ты будешь когда-нибудь старым, и надо накопления какие-то иметь, и бритву, допустим, да, это клёво, это повысит твой уровень жизни и так далее, но вот, нет, сумочки тоже это клёво, я думаю, что девочкам очень, твоим подругам очень радостно. Но иногда у меня просто бывают друзья, типа, ну, я должен тоже тратить, а, допустим, себе Мерседес за 7 миллионов рублей. За 7 миллионов рублей у меня никогда не было Мерседеса. А, ну, у меня нету этих денег, но я возьму кредит, и вроде там очень выгодные проценты. Мы получу там когда-нибудь потом, чего мне будет. Да, и вроде, как бы, импульс, он похожий, да, что надо на себя тратить деньги, но, как бы, вот уже немножко уровень немножко другой. Я в основном тратить деньги на еду. Вот это вот прям моя глобальная проблема. Надо ставить на еду. Я тоже. Вот это вот весь какой-то мой определенный вот количество денег, потраченных за месяц, половина уходит на еду и доставки. Все. Я в целом не покупаю себе какую-то новую одежду или какие-то вещи, которые мне, ну, не то, что там необходимы, но в целом. Просто у меня обычно... Я такое себе не могу позволить. Как говорится, my anxiety is chronic, but my ass is iconic. Вот, поэтому, как бы... Ну, это доставляет тебе удовлетворение? То есть просто заказываешь еду, которая тебе нравится? Это же клево. Ну, то есть ты чувствуешь себя... Да, то есть как бы с этим у меня проблем не возникает. Ну, вот сегодня у меня будет опять-таки определенный психологический урок. Я иду в торговый центр, и я нацелен что-то себе купить. То есть мы идем туда, чтобы что-то купить. Я желаю тебе в этом удачи. И у меня последний вопрос. Вот мы про еду разговорились, и это просто вот неинтересная вещь. Есть ли еда, по которой ты скучаешь в двух местах? Первая – это в Якутии, и вторая – это в Нью-Йорке. Вот сначала в Якутии. Есть ли какая-то еда, без которой ты просто вот тоскуешь? Да, вот всё, что готовит моя мама, потому что теперь я готовлю сам для себя. Я и готовка, это, конечно... Нет, я умею готовить. В принципе, мне получается вкусно, мне по столине это делать, потому что после этого... Какая любимая мамина блюда? Ой, у нас на самом деле мама готовит постоянно традиционные якутские блюда. Например, мама готовит керчих постоянно. Это получается мусс из ягод, сливок, которые охлаждают, и он, знаешь, типа как зефир, только он такой как замороженный. Это очень вкусно. Я это не могу представить, но я бы очень хотел попробовать. Ты классно описываешь. Сырая рыба. Сырая рыба. Вот просто, боже мой, я так скучаю по вкусной сырой рыбе. А как вы едите в Якутске? Ну там, наверное, это лосось или семга, или это другая рыба какая-то? Нет, это... Я даже сейчас не скажу тебе, что это за рыба. Это как строганина такая, нет? Да, вот как строганина. То есть разная рыба бывает, на самом деле. Замороженная. То есть она не просто сырая замороженое. Ее ножиком вот так вот нарезают. Никогда не пробовал. Наверное, вкусно. Это очень вкусно. С солью и с перцем просто потрясающе. А вот в Нью-Йорке это банально. Это оливье и пельмени. Что? Да. Это просто... У меня просто как бы не было целиком возможности там доехать к какому-то русскому магазину, потому что вот единственный вот прям русский магазин от меня был очень далеко. То есть это именно в районе Брайтона. И я такой... Я скучаю по пельменям. В Америке... Я захожу в этот Walmart, в Target. У них этого ничего нет. У них заморозка очень вся странная. И я такой... Пельмешки-то где будут у вас? Извините. Но потом, кстати, когда вот я заканчивал университет, у нас был там в торговом центре фудкорта. Там открыли русский этот ресторан как в фудкорте. Типа как похоже на теремок. По-моему, назывался Матрешка или что-то, что-то Russian Doll или что-то в этом духе. И там делали блины и как раз-таки всякие салаты. И я такой... Боже мой. Ой, а там же было... Как-то я видел на каком-то бизнес-форуме, что открывали в Нью-Йорке теремок. Да, теремок. Свой филиал. Ну, он когда не особо пользовался успехом его... Да. Слушай, ну это очень, как сказать, неконвенциально. То есть я не ожидал. Я думаю, какой-нибудь ты скажешь бейгл. Не-не-не. One dollar pizza. Ой, в Нью-Йорке я как-то особо... У меня не было такого, что я прям скучаю там по какой-то идее, потому что, не, ну когда ты возвращаешься там с Манхэтта, ты такой, в таком состоянии идешь, спускаешься на метро и там продают как раз-таки там рядом где-нибудь эту one dollar пиццу вот за слайс. И ты такой, извините, можно мне, пожалуйста, с пепперони? У меня есть пять долларов, пожалуйста, возьмите. Во мне еще играет водочка, ну как вы, я нормально. То есть по таким моментам, вот именно по моментам этого общего ощущения я скучаю. Вот по идее у американцев очень странная еда на самом деле, такая интересная. На такой интересной ноте я думаю, что можно завершить наш первый пилотный выпуск подкаста с интересными и классными людьми. Спасибо большое, Антон, что ты стал гостем нашего канала. Спасибо за приглашение. И я обязательно призываю всех наших подписчиков, чтобы они заглянули на канал Antonyulay, подписались, если им нравится видео, обязательно посмотрите там видеообзоры лучшую книгу блогера Маши Новосад. Все. Всем пока-пока. Так.